Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. Сегодня о космосе. У нас в гостях Андрей Константинович Мортазов, директор астрономической обсерватории РГУ имени Сергея Есенина. Здравствуйте. Здравствуйте. Совсем недавно состоялись известные бредихинские чтения. Расскажите, что это за важное мероприятие и чему оно было посвящено. Скажем так, фамилия Бредихин во всем мире вызывает сразу знакомую ассоциацию. Все страну мира знают фамилию Бредихин, знают труда этого великого русского астронома. А вот в нашей стране в последнее время как-то все это забылось. И поэтому в этом году Астрономический институт Академии наук решил возродить традицию бредихинских чтений и провел пятые бредихинские чтения, которые не проводились 22 года в нашей стране. Чтения проводились на родине Федора Александровича Бредихина в городе Заволжск Ивановской области, в невероятно красивом месте. Собралось порядка 35 астрономов, которые занимаются проблемой кометной метеорной астероидной астрономии. Очень хорошо пообщались, выслушали доклад друг друга, выработали рекомендации, в том числе по вопросам поиска опасных для Земли кометы астероидов. Я так поняла, что говорили много о новых космических объектах, а какие были открыты за последние годы? Если говорить за последний год, который прошел с момента Челябинского события, понятно, что после него все стали искать малые тела. Ну, порядка полутора сотен малых объектов размерами до 100 метров было открыто. Обычно с ними было тяжело, потому что современными средствами поиска оптическими их открыть очень трудно. Тут наладили специальные программы для поиска именно вот таких небольших тел, которые, как казалось, представляют не меньше опасности, чем и большие. Но в прошедший год открыто их было около полутора сотен. Причем порядка 20 из них пролетели на очень маленьких расстояниях между Землей и Луной. И, слава богу, на Землю, как в Челябинске, не попали. Что касается миграции комет, вот говорилось еще, что у них появились какие-то новые физические свойства. Вот об этом надо расскажите. Ну, уже давно известно, что за орбитой Нептуна существует так называемый резервуар кометных ядер поиск Ойпера. Те кометные ядра, которые представляют из себя конгломерат камней и льда, замерзшего, там находятся и не подходят, конечно, в ближней области Солнечной системы, в глубокие, где Земля. Но под воздействием различных гравитационных сил некоторые из них могут изменить орбиту. Орбита из круговой станет вытянутой. И в итоге она может подойти к Земле. Что нового в физике комет? Сначала думали, что это поиск астероидов. Потом, когда несколько таких вот астероидов за Нептуном открыли, оказалось, что вдруг астероид начинает источать из себя газа и пыль. Получается хвост, получается комета. Их назвали кентаврами. Впоследствии выяснилось, что это новые свойства, что это не чисто астероиды, а это замерзшие ядра комет. Вот такие вот интересные вещи. Какие кометы представляют наибольший интерес для астрономов? И какие, может быть, мы в ближайшие годы можем увидеть? Ну, в течение пяти лет мы наблюдаем порядка двадцати-тридцати комет, так называемых комет группы Юпитера, ну, которых в период обращения в районе от пяти до десяти лет. В основном слабые кометы. В этом году близко к Солнцу будет проходить порядка пяти или семи комет, но они настолько слабые, хвосты у них слабые, что глазом-то мы их и не увидим. А наибольший интерес представляет комета, которая приходит из межзвездного пространства совершенно неожиданно. Вот как типа комета 97-го года, Хейло-Боппу была. Но предсказать появление этих комет мы не можем. А что касается метеорных потоков? Ну, считается, что это самое красивое явление. Вот от чего зависит их динамика и когда мы вообще их можем увидеть? Метеорные потоки – это остатки разрушившихся ядер комет. Вот, скажем, проходили к Солнцу, комета из себя источает газы, пыль, и постепенно все это источается, и ядро может даже и развалиться. Вот несколько лет назад комета Швасмана-Вахмана развалилась при подлете к Солнцу. Было очень красивое зрелище, когда в течение месяца вот эти осколки по одной и той же траектории летели, и с каждого осколка выходили хвосты, зрелищи. Ну, правда, в южном полушарии у нас этого не было видно. Очень красивое. Постепенно комета разваливается, и на месте ее остается поток частиц. Ну, от микромиллиметровых до сантиметровых размеров. Если они попадают в атмосферу Земли, они сгорают, мы наблюдаем метеоры. Все метеорные потоки – это остатки комет. В мае этого года, 24 мая, произошло явление, когда Земля прошла через хвост одной из бывших расплавшихся комет. Прогнозировалось резкое увеличение метеорных событий, падающих звезд. Но на время, которое пришлось у нас днем, американцы и канадцы наблюдали у себя. Но предсказанного дождя такого метеора не получилось. Увеличение количества числа метеоров было очень небольшим. Таким образом, что можно сказать, что считали, что еще все-таки плотный хвост оставшейся кометы, а он уже не такой плотный. То есть, все-все разлетается. Частицы падают на Солнце в итоге. Одни падают на Солнце, другие от Солнца улетают. Таким образом, хвост оттончается. Но ежегодно мы можем наблюдать эти потоки. Да. А эти потоки, которым ежегодно около 10 ярких потоков, в период которых иногда могут пройти метеорные дожди, ближайший всем известный в августе метеорный поток Персиды. А начнется, например, с какого числа? Максимум, скажем так, с 11 по 13 августа. Начинается он рано. Он начинается 27 июля и продолжается до 20 августа. Но самый пик – вот три ночи в указанное время. А метеорные явления на других планетах, как они там проходят? В принципе, мы не можем наблюдать метеор, допустим, в атмосфере Венеры. Слишком далеко и слишком слабенько. Ни одна оптика этого не увидит. В 1994 году всем известное событие – падение кометы Шумейкеров-Ливии на Юпитер. Комета эта под воздействием предыдущего подлета к Юпитеру была развалена на куски порядка 22-24 обломков. Вот комета на скорость порядка 30 км в секунду. Вот эти обломки друг за другом попали в атмосферу Юпитера. Но поскольку скорость большая, обломки крупные, наблюдались всякие взрывы, волнения в атмосфере Юпитера. Энергетически это сопоставимо было с мощностью порядка 100-200 термоядерных взрывов. То есть, это наглядно, первый раз в истории астрономии наглядно было показано, что может случиться с планетой, если на нее попадут вот такие вот осколки с такой большой скоростью. Других мы не наблюдали. Единственное, что можно наблюдать – это падение метеорных тел на Луну. Они вызывают небольшие взрывы, ну, в зависимости от массы вспышки. Таким образом, существует целая служба, которая наблюдает темную сторону Луны, когда фазовая Луна маленькая, темная сторона Луны, тем метеорные тела, теперь скажем так, метеор – это явление, попадает, ударяется по поверхности Луны, вызывает там взрывы. Эти взрывы наблюдаются. И существует целая служба. На нас-то ничего не упадет в ближайшее время? В ближайшее время и с тел диаметром, ну, размером и больше 50 метров, не открыто таких, которые столкнутся с Землей. А между Луной и Землей в течение этого года из тех, что известно, десяточка пройдет. К тому времени еще что-то откроется. Они летают постоянно, как оказалось, о чем до сих пор не знали. А вот что касается солнечной активности, постоянно они говорят, то она выше, то ниже. Ну, солнечная активность, теоретически максимум солнечной активности прошел, проходит, скажем так. Вообще-то цикл солнечной активности несколько аномальный. Очень долго из минимума не выходило солнце, потом подошел максимум, оказался размытый. Но в течение цикла солнечной активности 11 лет происходит порядка 500 солнечных вспышек, соответственно, магнитных бурь на Земле. Но они все лежат в диапазонах того, что выдерживает биологический организм. Мы к этому привыкли за 4 миллиарда лет эволюции Земли. Аномального не ожидается. Спасибо, что к нам сегодня пришли. На этом наша программа подошла к концу. Закончить ее хочется словами известного американского актера Гарри Андерсона. Каждый дурак знает, что до звезд не достать. А умные не обращают внимания на дураков. Пытаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова